МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Азербайджан нацелен на увеличение доли возобновляемых источников энергии в общей производительной мощности с 17% в 2025 году до 24%. А до 30-го года до 30%. Это уже очень большой объем производства зеленой энергетики. Кроме того, Азербайджан сегодня планирует превратить освобожденные территории в зону зеленой энергии. Согласно расчетам, производство солнечной и ветровой энергии на этих территориях может достигать до 9-10 тысяч мегаватт. Только в 2021 году на освобожденных территориях были восстановлены 4 гидроэлектростанции с общей мощностью около 20 мегаватт. В текущем году планируется реконструировать 5 таких гидроэлектростанций, мощность которых составит 27 мегаватт. Глава государства отметил увеличение пропускной способности у ЕГК с 19 до 24 млрд кубометров. Этот трубопровод хоть и предназначен для поставок газа, но углерод считает переходным элементом для развития зеленой энергии. И тут у проекта ЕГК есть потенциал для поставок водорода. Эксперты считают, что это направление могло бы сыграть важную роль в развитии отношений Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов. На данный период арабская компания «Маздар» занимается строительством СЭС-кородах мощностью 230 мегаватт. Проект обеспечит электроэнергией 110 тысяч домохозяйств. Тем временем «Маздар» поставила перед собой задачу к 2030 году увеличить мощность ветровой и солнечной энергии до 100 гигаватт. В целом, деятельность компании растет на пространстве и Центральной Азии, чему свидетельствует недавно заключенный меморандум с Кыргызстаном. Производственные возможности альтернативной энергетики Азербайджана в обозримом будущем увеличатся в общей сложности на 4 гигаватта. В стране высокими темпами развивается сфера возобновляемых источников энергии. Наиболее перспективным направлением этой отрасли является водородная энергетика. В частности, одно из соглашений, заключенных накануне между азербайджанской «Сокар» и компанией «Маздар» из Объединенных Арабских Эмиратов, направлено на реализацию водородных проектов. При наличии достаточного количества электроэнергии, то есть солнечной и ветровой электроэнергии, для получения водорода нет никаких препятствий. Самый распространенный способ получения водорода электролизводы, самый зеройный, так сказать, это электролизводы, но требует большого количества электроэнергии. Если имеется в наличии достаточное количество дешевой доступной электроэнергии, которые обещают использование солнечных и ветровых установок, то получение водорода – очень, так сказать, реальная, весьма реальная перспектива. Получение зеленого водорода, как экологически безопасного энергоносителя, в наших условиях это очень актуально в связи с тем, что, например, даже в зоне Карабаха есть очень много пострадавших лесов, одновременно пострадавших лесов, и эта зеленая биомасса должна быть как-то утилизирована. И на местах, утилизируя биомассу через процессы газификации, можно получать достаточно до 38% водорода. Между тем, у республики есть возможность не ограничиваться привычными направлениями возобновляемых источников, считает эксперт. Климатические условия Азербайджана позволяют развивать и биоэнергетику, в том числе использование биодизельного топлива позволит сократить объемы выхлопных газов на дорогах города. Это в первую очередь биотопливо, биоэтанол, возможности их использования в транспорте и как энергоносители, в том числе и для использования их на мощностях электростанций. Вот этому направлению следует уделить очень большое внимание. Со своей стороны хочу сказать, что в институте, в нашем институте химических процессов имени Люсифа Мамидарева есть все разработки, есть мощности для получения биотоплива с производительностью 60 литров в час. Поэтому, как пробный вариант получения этого биотоплива на основе растительного сырья Азербайджана, то есть хлопкового, посолочного, кукурузного, соевого и даже оливкового масел, плантации которых все больше и больше расширяются в условиях Азербайджана, это приоритетная задача для получения как минимум альтернативных видов топлива для использования в БАХО. Центром анализа экономических реформ и коммуникаций в ушедшем году было подготовлено почти 80 десятков мониторинговых и оценочных отчетов. Документы касались реализации стратегий государственных программ, организации мероприятий и решения поставленных задач. Об этом сообщил глава ведомства Бюсал Гасимлы в ходе пресс-конференции, посвященной итогам 2022 года. Центр действует в сферах подготовки, исполнения, мониторинга и информирования об экономических реформах в рамках созданной в стране системы стратегического управления. И важным этапом является активное улучшение бизнес-среды и рост международных рейтингов. В 2022 году в рамках государственного портала «Азрынкинг» было создано 23 рабочих группы, проведены 77 встреч и утверждены 15 дорожных карт. Созданный в Азербайджане институт мониторинга и оценивания считается самым передовым на постсоветском пространстве. Даже Всемирный банк рекомендует другим странам воспользоваться нашим опытом. Кроме того, в рамках сотрудничества с платформой «Азранкинг.Аз» Всемирный банк поддерживает нашу страну в реализации зеленых технологий и проектов. Мы продолжаем наш мониторинг и оценивание для повышения прозрачности экономики. В настоящее время ряд стран отдает предпочтение деятельности на основе базы данных. Мы также считаем, что чем шире база данных, тем выше прозрачность. На данный момент мы представили 78 отчетов о мониторинге и оценивании. По словам исполнительного директора центра, действующие при этой структуре порталы «Азэкспорт.Энтерпрайз.Азербайджан» информируют предпринимателей в Азербайджане. Предоставляется сведения об инвестициях, экспортных процессах, выдаче сертификатов на различные товары, поддержке стартапов и прочих аспектах бизнеса. Так, в 2022 году сумма экспортных заказов на платформе «Азэкспорт» составила около 470 миллионов долларов. А Центр поддержки экспорта по принципу единого окна в прошлом году осуществил экспорт на общую сумму 270 миллионов долларов. Пять основных продуктов азербайджанского экспорта – это драгоценные металлы, хлопок, молочные продукты, фруктовые соки и икра осетровых рыб, выращенных методом аквакультуры. Также новые возможности экспорта откроются через Амазон и eBay. Работа по экономическому прогнозированию и анализу может быть отнесена к популяризации в обществе результатов экономической политики государства. Впервые на основе данных геоинформационной системы была создана территориальная модель рельефа Армении и научно обоснована значение Зангизурского коридора. Также на основе кластерного подхода проведен научный анализ постконфликтного строительства в Карабахе и восточном Зангизуре. Текущая ситуация в Азербайджане в отношении экономики замкнутого цикла, ее важности и перспективы были рассмотрены и представлены на научной конференции, состоявшейся в Германии. Были выявлены важные факторы, влияющие на торговые отношения тюркских государств и исследованы потенциальные возможности сотрудничества в этой области. Кроме того, был проведен сетевой анализ прямых иностранных инвестиций среди тюркских государств. Меры, предпринятые для модернизации железнодорожной инфраструктуры, а также активного участия в проектах международных транспортных коридоров, привели к росту грузоперевозок и укреплению транзитного потенциала Азербайджана. Так, в 2022 году азербайджанские железные дороги увеличили транзитные перевозки почти на 3 млн тонн до 7,5 млн тонн. Общие перевозки грузов по железной дороге выросли на 4 млн тонн и составили 18 млн 700 тыс тонн. При этом в прошедшем году по железнодорожному маршруту Баку-Тбилисикарс было перевезено свыше 432 тыс тонн грузов. В результате общий объем грузоперевозок по этому маршруту за 5 лет составил почти 1 млн 350 тыс тонн. Наблюдается и рост грузоперевозок по коридору Север-Юг. На 90% перевозки по транскаспийскому международному транспортному маршруту выросли на 41%. Основными видами грузов являлись нефтепродукты, химические и минеральные удобрения, строительные материалы и уголь. По сообщению азербайджанских железных дорог, также в прошлом году достигнут рекордный за 10 лет показатель по пассажирским перевозкам. За прошлый год было перевезено 5 млн 136 тыс пассажиров, это на 84% больше, чем в 2021 году. Основные цели АЖД в 2023 году – это повысить эффективность своей деятельности, дав старт цифровизации операционных и управленческих процессов. Сегодня внимание мирового сообщества обращено на открывающийся в Давосе традиционный ежегодный всемирноэкономический форум. В Швейцарии собираются руководители десятков государств и международных организаций. Тема форума в этом году – сотрудничество во фрагментированном мире. В сессиях ВФ-2023 примут участие также председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйн, глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева и руководитель Европейского центробанка Кристин Лагард. Впервые за три года сессия состоится в классическом очном формате. В 2021 году форум состоялся целиком в виртуальном формате. А прошлогодняя сессия впервые за более чем полуэковую историю проходила летом. Известно, что одна из панельных дискуссий нынешнего форума посвящена перспективам развития среднего коридора. Участники обсудят, как страны Южного Кавказа и Центральной Азии будут приспосабливаться к последствиям войны в Украине. Также эксперты рассмотрят расширение транспортного сотрудничества, инвестиции в энергетическую инфраструктуру, налаживание эффективного партнерства между Европой и Азией в новой геополитической реальности. Ожидается выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева. В данный момент средний коридор обладает очень большими перспективами. И также можно отметить, что он имеет потенциал стать более конкурентоспособным по сравнению с тем же самым северным коридором. Сегодня китайские грузы, которые исторически проходили через территорию России, эффективно перевозятся через средний коридор. Единственной непредсказуемой переменной в развитии данного коридора является российско-украинский конфликт, который в короткой перспективе не имеет ясного и обозримого решения. Соответственно, всем игрокам среднего коридора сегодня стоит продвигать концепцию данного пути, как самого выгодного для ЕС, а также для других бенефициаров данного торгового пути. Чтобы, грубо говоря, приучить игроков к работе по данной цепочке и завоевать преимущества по сравнению с северным коридором. Редактор субтитров А.Семкин